МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Для их не бывает шужого гора. У Гомеля сегодня означали 100 годзе дня створения социальной службы. Ведать свою историю. Черговый открытый диалог областный комитет БРСМ просвятил 100 годзю БССР. Новые технологии, виртуальные проекты и роботы. У Гомеля прошел городский конкурс «Техноинтеллект». А зараз об этом и иншим больше подробностям. У Гомеля сегодня означали 100 годзе службу социальной обороны. Зараз под ее опекой в области находится около 400 тысяч человек. Прикладно, каждый четвертый жихар региона. Об самой гуманной службе. Материал Олега Синцерова. У Гомеля история социальной службы началась в снижении 1918-го. Миновата тады тут был створный отдел доглядовой працы, який клопатився об инвалидах войны и их семьях, а так само об старых и детях. У студене наступного года постановой часового рабочего селянского рада Беларуси затвержен комиссариат социального забеспечения, який поклавопочаток державной системы социальной обороны у республицы. Сегодня только на Гомщине в ее составе наличится 5,5 тысяч работников, которые занимаются пытаниями працеводкования, выплатой пенсии и оказанием ильшей реальной допомоги тем, кто имеет в этом потребу. Причем, в последний час у деятельности системы начали уносить певные коррективы. Размова в приватности об больше активной социальной реабилитации людей с обмежеванными мощностями. Большая работа в городах и районных центрах проводится по созданию безбарьерной среды. Большой толчок в плане социальной реабилитации проделан после открытия отделений дневного пребывания инвалидов в территориальных центрах социального обслуживания. Проводится планомерная работа и в домах-интернатах для того, чтобы максимально возможно адаптировать реальным условиям. Сегодня под опекой системы державной социальной обороны в Гомельской области находится практически кожный четвертый жахар региона у век великих техничных мощностей. На первом месяце все равно застается реальный человек. На керунке работы центра социального обслуживания разная, а лебеда и самая распоседженная. Развитие творческих здольностей у людей с обмежеванными мощностями у речи – это так самый элемент социальной реабилитации. Кормилка, куватка, десятиручница, масленница, в отделении дневного знаходжения Хоинского территориального центра социального обслуживания населенства освоили выработку ось таких старожитных славянских лялек. Лечится, что это, видимо, мощный оберег, который позволяет вылечить хворобы и притягивает в дом счастье. Часовые притулки, больше ведомые, как кризисные покои, гостевые семьи, сирот сучастных задач социальной службы – это помочь человеку, когда не полностью переодолись в кладанную ситуацию, то, как минимум, адаптироваться до ее. Миновата такая мета новой формы работы – размещение состарелых или инвалидов у замещальных семьях. Поколь таких прикладов на Комичине не вельми шмат, а леяны – есть. В 2018 году в нашем районе образовалось две замещающие семьи. Первая семья, когда образовалась, информация начала поступать, люди начали звонить, интересоваться. Конечно, не все готовы забрать пожилого человека к себе в семью, но, тем не менее, эта форма услуг становится востребованной, и уже буквально в ноябре месяце у нас появилась вторая замещающая семья. Надеюсь, что в 2019 году эта форма социального обслуживания будет продолжена, потому что все-таки многие, кто хочет уделить внимание пожилому человеку, проще, когда они взяли его к себе домой, и это внимание круглосуточно. Вас поважаю и ценюсь за сердечность, представительность, готовность в любом момент оказать допомогу тем, кто имеет ее потребность. Это слово с привитального адреса Гомельского аппаратного Канкама, работникам системы державной социальной обороны, представникам, наверное, самой гуманной профессии. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Губик». Майстер-классы по распроцовуце уласного бренда, тайм-менеджменте и способах психологичной разгрузки. Региональный навучальный семинар для лидеров первичных организаций громадского объединения «Белая Русь» стартовал у Гомелии. У першыни у Беларуси областная организация республиканских громадского объединения организовала работу у таким формате. На протягу трех дену дельники семинара «Практикума» ознайомятся с новыми подыходами, укерованне якостью працы и планованне дейности. Лидеры первичек отримают консультации по выпрацовцу персонального стылю и имиджу. Свои рекомендации даст психолог, який навучить эффективно працовать у команде. Особная частка отведена для работы со сродками массовой информации. По выниках интерактивного семинара, активисты Белой Руси, повинны представить свои новые проекты, у которых продемонстрировать, чему навучились. Мы планируем на базе Гомеля весной большой семинар глобальный. Ну, скажем, это такая проба пера. Таких семинаров не проводил еще никто. Я думаю, что это станет нашей хорошей традицией, поэтому, в общем-то, мы тут всем дружным коллективом с Минска и приехали и посмотреть, и поучиться, и, может быть, что-то рассказать, подсказать, и рассказать о деятельности нашего центрального офиса, о направлениях, о тех веяниях, которые есть. Шарговая промая линия с представниками Улады отбудется завтра. У Гомельске мабл-выконками на звонки откажет наместник-старшини Владимир Горбачев. Номер телефона 33 12 37. У Хар-выконками на совесть выйдет кировник справ Алексей Васюченко. Номер 33 07 62. Час работы промых линий с 9 до 12 1. Протягиваем выпуск. Чарговый открытый диалог областный комитет БРСМ просвятил 100 годзю обвящение БССР. Дискуссийная пляцовка собрала молодь региона, а так само специалистов, историков, политологов, заслуженных работников разных сфер, представников громадских объединений и партии. Ведать историю своей краины, берегча и примножать досягнений и традиции попередних поколений. Нинавито на этом робили акцент у дельники открытого диалогу. Мы считаем важно, чтобы сегодня каждый молодой человек получал, особенно в вековой юбилей, достоверную информацию от людей, которые действительно знают историю и доводили эту историю до каждого молодого человека. Чтобы молодой человек формировал в своем сознании те исторические факты, которые действительно были подтверждены сегодня документом. Оформление государственности процесс завершается тогда, когда есть не только границы, но население понятно в нем присутствует, но когда существуют свои системы государственного управления, свои органы власти, свои силовые структуры, своя денежная единица и многие другие моменты, которые как раз и определяют государство как статусное. Поэтому все то, что было создано за вот этот советский 72-летний период до провозглашения уже Республики Беларусь – это фундамент, основа экономическая, социальная, культурная и основа идентификации беларуского этноса. Подобные осустречки проходят во всех районах Гомельской области. Нахадаем, что региональный комитет БРСМ объявил конкурс видеороликов, сделанных в БССР. Заявки принимаются до 15-го студента. С новыми идеями и выноходницами в Гомеле прошел 16-й городский конкурс науково-технической творчести наученцев «Техноинтеллект». Юные физики, программисты, биологи, математики, инженеры представили на суд жюри свои распроцовки и проекты, с некоторыми из них познайомилися наши корреспонденты. Наученец средней школы номер 30 Гомеля Александр Шведов представил проект, который может вырешить сразу несколько проблем. Автоматичная ферма по выросшиванию мух перепрацовывает харчевые отходы и обеспечивает сельскую господарку угноенными и кормом для живел и рыбы. Александр Шведов серьез захопленный биологией. Это допомогло при реализации идеи. В инсектаре створены все умовы для выросшивания мух. Даже чужихары фермы выбраны так само не выпадково. Муха черная львинка, она очень неприхотливая и она устойчива к инфекциям. Я искал таких животных, которые обладают высокой биоконверсией, чтобы, тут представьте, 90% отходов превращаются в биомассу личинок с очень хорошим аминокислотным профилем. Это очень полезный корм для домашнего скота, например. Автоматизовать, простить и срабить больштанным процесс доставки грузов на складах. Такую мету ставит перед своим роботом наученец 60-й школы Гомеля Роман Петельмахов. Сборка машины и написание программного обеспечения заняли больше за полгода. Робот без внешнего кирования ориентуется в пространстве и выполняет поставленные задачи. Человек банально может устать. Ему нужен отдых, ему нужен сон, еда, вода. Роботу уже ничего это не нужно. Нашему роботу хватает зарядки в течение 45 минут в день, для того, чтобы работать круглосуточно буквально. Плюс у него имеется очень надежный каркас, он защищен буквально со всех сторон. Все датчики крайне прочны. И при сборке в действительно больших масштабах это все очень хорошо смотрится, очень хорошо определяется. И действительно работает безукоризненно. Информационная технология, радиоэлектроника, техничное моделирование и науковое доследование. Представленные проекты тычутся самых разных сфер и галин науки и техники. Юные выноходники и инженеры сдевляли членов жюри. Организаторы конкурса – Гомельский городский центр додатковой адукации детей и молодых. И ГДУ имя Франциска Скарыны. Дарочи, выкладчики уважливо сочат за конкурсантами и их проектами. И не только тому, что в будущем это потенциальные абитуриенты. Молодь заусёд и на переднем рубеже прогрессу. И многие идеи и решения науковцы берут на узброение у своей працы. Несмотря на то, что это конкурс детский, мы для себя тоже черпаем направление для работы факультета в целом. Потому что всегда интересно, чем посмотреть, чем интересуются дети. То есть это робототехника. Поэтому у нас на факультете мы тоже начали развивать интенсивную робототехнику. Мы открыли лабораторию робототехники, куда впоследствии дети могут приходить и дальше заниматься. Также интересно было то, что первые конкурсы, они в основном были связаны с неким моделированием, физикой и так далее. А потом начали появляться уже какие-то проекты, связанные с IT. Поэтому мы тоже начали развивать у себя это IT-направление. Лидеры городского конкурса поспрачаются за перемогу на областном узровне. Максим Савин, Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Марафон святочных веншаванье упратягивается. Спортивный инвентар у подарунок отворотовальников отримали выхованцы Гомельской допоможной школы-интерната номер 5. У ее учатся дети с обмежаванными махчымастями. На базе школы они могут отримать агульную среднюю адукацию и профессийные навыки. Сейчас тут больше, чем 170 навыков. Некольких годов тому супрацовники областного управления МНС взяли над школой шефства. Стараются допомогать и обовязково наведывают детей с подарунками. Это уже стало у нас традицией. Работники Гомельского областного управления МЧС совместно организовывают такие акции тематические с нашими молодыми спасателями Белорусской общественной организации спасателей пожарных средней школы номер один города Гомеля. Конечно, какой рождественский праздник не бывает без Снегурочки и Деда Мороза. В конце от работников Гомельского областного управления МЧС нашего Белорусского союза женщин, где тоже представляют наши работники МЧС, вручат подарки детям. А кроме того для детей организовали колядный ранешник и показали спектакль-мюзикл «Хлопушка жаданья». Хлопчики и девчонки так само приемали уделу представление, якое включало конкурсы, танцы и гульни. Морозы в районе пойдут на спад. Ближайшая ночь будет холодной, слубки термометра опустятся до 17 ниже и за нуль. Завтра в день чекается снег, максимум заверуха, температура поветра складе от 2 до 4 мороза. У ночи будет до минус 5. Подобный характер на дворья захавается у ближайшей некольки дзен, а до середины наступного тыдня потеплее до плюс 1-3 градусов. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Дело 34-летней давности завершено. Сегодня в Гомеле суд вынес приговор обвиняемому в убийстве таксиста в 1984 году. По заранее спланированному сценарию, двое пассажиров тогда напали на подвозившего их водителя. От полученных повреждений мужчина скончался, а злоумышленники похитили из автомобиля всю выручку. Раскрыть это преступление по горячим следам правоохранителям не удалось. В то же время следственной оперативной группой были зафиксированы следы ладоней неустановленного лица. И вот спустя годы оперативникам поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками мужчины, арестованного за грабеж. Расследование было возобновлено. На основании анализа всех собранных по делу доказательств следствие пришло к выводу о причастности к делу жителя Реческого района, который и предстал перед судом. Обвиняемый признан виновным в разбое совершенным группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжких телесных повреждений, а также в умышленном убийстве из корысти с особой жестокостью, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией всего имущества и отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Отметим, что у мужчины уже 12 судимостей, в основном за совершенное кража, а также угон и мошенничество. В общей сложности за решеткой он провел 23 года. Прокуратура региона не согласилась со слишком мягким наказанием браконьером. В результате возбуждены уголовные дела. Ранее же суд назначил мужчине, который попался на незаконной добыче рыбы, штраф. Между тем, тот уже не раз привлекался к ответственности за подобное нарушение и имел непогашенную судимость. Аналогичное нарушение допустили и сотрудники Мозырской межрайонной инспекции, которые привлекли к административной ответственности браконьера с похожим багажом преступлений. После опротестования этого решения мужчину приговорили к месяцу ареста. Кулаками по голове. Пассажир маршрутки в состоянии алкогольного опьянения избил попутчицу. Как сообщили в УВД Гомельского облсполкома, инцидент произошел в конце прошлого года в маршрутке с сообщением Минск-Петриков. Для хулигана эта выходка не прошла бесследно. По прибытии в райцентр женщина обратилась в милицию. Обидчика нашли по горячим следам. В отношении ранее не судимого 56-летнего уроженца Петриковского района возбуждено уголовное дело за хулиганство. Пожар в Петрикове закончился трагедией. Инцидент произошел накануне рано утром в доме по улице Бумажкова. Прибывшие по сообщению о запахе гари в подъезде спасатели вскрыли двери однокомнатной квартиры. В сильно задымленном помещении они обнаружили хозяйку квартиры 1986 года рождения в бессознательном состоянии. Женщину передали работникам скорой, которые после осмотра констатировали ее смерть. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственная оперативная группа. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Хоккеисты Динамо Молодечна с минимальным счетом 1-0 обыграли Солигорский шахтер. Лидер экстралиги Минская юность не оставила шансов молодежной сборной Беларуси до 20 лет. 8-0. Жлобинский металлург гостил у Лиды. Команды соседствуют в турнирной таблице. И на кону этого поединка была шестая строка табели о рангах. Первый период дружины завершили в ничью. На шестой минуте хозяева усилиями кирпичонка открыли счет. Вскоре сам Мохин сравнял цифры на табло. А дальше забрасывали только рыцари. Во второй-третьей поединка Спешилов вывел свою команду вперед. На экваторе третьего периода он же довел преимущество до двух шайб. А точку в матче поставил Петухов. 4-1 Лида побеждает и отодвигает Столеваров на седьмую строку таблицы чемпионата. В воскресенье 13 января состоятся первые поединки 1-4 финала розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. На этой стадии выступят две гомельские команды ВРЗ и БЧ. Вагоностроители за путевку в полуфинал турнира будут бороться с аршанским Витеном. Воскресная игра состоится на поле соперника команды Анатолия Яновского. Начало в 14.00. БЧ начнет свое противостояние против столицы дома. Поединок состоится на арене спорткомплекса «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 15.30. Ответные четвертьфинальные поединки пройдут 17 января. ВРЗ будет играть дома, а железнодорожники отправятся на выезд. Гомельский областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике лучший в стране. В Минске состоялась церемония вручения премии «Атлетика-2018». Гомельский ЦОР назван лидером среди детских спортивных учреждений, где готовят юных легкоатлетов. На втором месте расположился Минский городской центр Олимпийского резерва «Атлет». Замкнуло тройку лидеров Брестская областная из «Дюшор» по легкой атлетике. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова